все привет подписчики и гости моего канала сегодня мы будем пробовать игру подиум американская особенно наши русские переписали переделали короче локаций даже не то что по это переработали и игру назвали все же что горький 17 есть конечно горки 18 переводе гоблина тут мы будем играть за трех персонажей русский один николай селиванов потом украинец тараскова рига и эстонец юка хоть и хоть и хоть и не помню как юка хоть и просто короче не суть игра очень так сказать она и хоррор и стратегические тактические короче тут надо очень сильно продумать каждый шаг свой просто каждый шаг продумать оружие тут потому что не хватает игра была на то время прорыва на свои стихи потому что это как-то смесь как могу сказать это как резидент эвилл плюс плюс ну ты паразитив еще плюсовали к нему героя меча и магии вот ну вы сами сейчас все увидите игра конечно очень сложная и сразу скажу я уже перебрал пять разных устанавливал бак какой-то мультик начально он идет на фоне вот этого горький 17 на фоне заставки почему-то непонятно ну что поделать я ничего не могу изменить я все перепутался даже все изменения совместимой сделала винды свои десятки подвинут 98 что играть на стиле этого года ну не забываем ставить любая тем кто не подписываться на мой канал обязательно подписываться и оставляйте ваши комментарии также подписывайтесь на мою группу вконтакте но мы поехали ну чё поделать тебя на фоне так на фоне будет так я ничего не могу изменить может он десятка так не тянет уже и и и и Продолжение следует... 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 10 хп, нахера себе ребят, снажаю и запилим знаки мы сейчас плохо выйдем, чтобы дало место больше урон аааааааааааааа выжил ни один хп давайте время больше и тридцать нажал Вот ты будешь у меня, значит, холодным оружием, всем каким-то владеть. Вот уже каждому придумал. Николай будет у меня винтовками всякими владеть. Коврика у меня будет дробовики и все тому подобное, пистолеты. Короче, там все будет такое вот. А юг он будет ближним будет. Все, разобрались. Ребята, пойдите-ка сюда. Посмотрите на это. Похоже на группу НАТО. Бывшую. Они хереные. Ага, да это ж Лайф Соренцем. Мы с ним как-то вместе в Узбекистане работаем. А это Джан Карло Тротти. Только ведь его теперь почти невозможно узнать. Лицо все перегасило, глаза выпучены. Странно. В свое время он был знаменит своими крепкими нервами. В прошлом году на Кавказе. У нас пули свистели над ухом, а он в шашки играл в окопе. Да уж, теперь ему только в шашки и играть. Коврика, еще пара слов и я тебе морда напью. Джан был моим другом. Спокойно, спокойно. Ты что, шуток уже не понимаешь? А ну перестать. Опа! Нет времени на такие глупости. Осмотрите-ка лучше трубку. Тут что-то не так. Бог ты мой! Да ты погляди на кожу. Она уся зеленая. Это те нетрубные пятна. Это что-то другое. Интересно, что именно с ними случилось? Хороший вопрос. Если их так приложило, то нам точно надо смотреть в оба. У меня какое-то недоброе предчувствие. В группу НАТО входили четыре человека. Осталось теперь найти Джоан Макфаден и Джеймса Оуэльса. И неплохо бы найти их живыми. По-моему, живых тут не особо и любят. Ага. Смотри по сторонам, когда дальше пойдем. Возможно, и Джоан, и Джеймс прячутся где-то рядом. Они должны были знать, что мы их будем искать. Это ясно, командир. Только вот кто найдет нас здесь самих? Доскат. Блин, опять махач. Николай, по-моему, опять кто-то пришел по нашу душу. Надо бы сначала тылы зачистить, а то точно удар в спину получим. Да я просто потрясен. Блестящее стратегическое соображение. Господи, да я в какой-то детский сад попал. Блин. Люблю я вас за чем-то иду. Как видите, здесь позитивные ребята. Пока она стоит в дочке, мы можем ее чики-брикнуть. Блестящее стратегическое follow. А это повязка Проруды, раз с купе Адречка 35 купе Ластер 30 купе А это повязка Смотрите, это уже как сталкер Это прорудитель, так сказать, сталкера Как бы кошки такие хорошенькие купонники И отправить Насколько бьет Ладно, попротивница Славно понятно, что с пистолетом не кубы сейчас еще. Давай, приют, ответ немножечко. Так, серьезно. Ну, и где нас может достать? Мы Хидро можем попытать. Теперь нам нужно достать? А-а-а-а. Вот так. Действительно, работаем. Так, все, ябка. Коля, ты не можешь с ножом. Теперь они имеют... Отлично, ябка. Давай, поднимемся с ножом. Еще пять. О, восемь, 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 восемь. Ну что, тараш. Теперь не карто. Ладно. Будешь стрелять с пистолетом. А-а-а. Ты еще и промазал. Ну тарас, блин. Так, мы ее к нам не прокачиваем дальше. Есть. Тарас, блин. Так. Так. Играет музыка. А это мне уже совсем не нравится, Николай Этот мост имеет следы такой необычной коррозии Тогда поспешим, на той стороне явно что-то есть Как скажешь, Микола, но только после вас, мадам Коврига, первым идешь ты А может пустить сначала Хахти, он один больше нас вместе взятых Это была не просьба, Коврига, это был приказ Так что вперед О, грабаш нашел Твою мать, мужики, вытаскивайте, черт Я совсем не хочу здесь подыхать Коврига, а ну не унывать Продержись три минуты и скоро будем Только поторопитесь, ладно? А ну, уроды, кто хочет быть первым? А, я вас спрашиваю Не люблю этого шкафа Грая, чем громче, чем больше шкаф, тем громче падает Коврига, не промокнулись Ну что, главное, сбежали, 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 блядь Потому что этот падла, он бьет ракетами Добрый день Делать эти мультанровые печали, да? Ну, главное, чтобы шкаф меня бьет Ну, главное, чтобы шкаф меня бьет Ну, блядь Сейчас больно будет Это вообще печаль Ну, ближе к шкафу Да ты что, Коврига? Ты что, говоришь, ну что такое мазил это? Блядь, это бьет шмаляет Коврига, с тобой невозможно Тебя пригрохают ведь нахер Если ты так будешь мазать Ладно так, одного пригрохали О, уровень персонажа повышен Так, что нам надо? Нам сейчас надо бы Меткости ему прибавить Теб 3 Тончит у меня Печалит меня Ну, контратаку добавить Прогряни меня, веселый жук Блядь, хищник это пришел Где наши ребята были? Они придут У нас вообще Упачок остались На том-то как в клубочке встал хорошо Контратаку О, ребята, ребята, ребята Так Так Селиванов, наконец-то ты пришел тоже Уже радует меня Ну, какой же лапасть? Во! Хищник меня ударит, но это уже будет плюс на то, что я его в следующем ударе побегу. Этим-то я не сходил. Ковредита, мог бы хоть раз хищник это убить. Да, тяжелая победа. Так, Юко. А до этого Селивана. Ну, Тарас, ты можешь поделиться с ее патроном для пистолета. У меня хоть пистолет будет. Ты будешь, может, послезать, как я и говорил, на дробовике. Ладно, все. Надо еще подлечиться. Ну, хахте, пока-то все нормально. Ну, вот Тарас, вот Тарас, вот бы осталось. А, ну-ка, так не езда. У всех все одинаково. Ладно. Да. Да-да, Селивана. Принял пока. Ах! 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 Подключится! Вот здесь прям. ЗачемI могу я прочитать 1 уже здесь вт-6213 какой-то пароль наверно ящик ящик это сюда все короче теперь я уже как у меня к чему будет пользоваться так все это мы отдаем держу может патроны поставить заветок ставить раз есть чем стрелять Ну, в общем, получается, это раз вот так вот. Вадим тебе актерос, дайте ребятам. А вот так вот. Подвиняем телевизор на стену. А вот будем сопринять. Все, у всех пока все более-менее вроде бы сейчас. Так, сейчас нам вроде бы сюда надо. Не стреляйте, я свой. Спокойно, стой на месте. Кто такой и что здесь делаешь? Я Грачев, ветеран армии. Остался в городе после того, как всех эвакуировали. А вы американцы? Что, прямо так и похоже? Мы из МЧС России подробности потом обсудим. Как тебе удалось здесь выжить? Честно говоря, я и сам не могу это объяснить. Все произошло так быстро. Мои друзья буквально на глазах превратились в монстров. Кстати, руки ты можешь опустить. Давай дальше. Эти твари, эти монстры. Некоторых из них я знаю уже много лет. Но это больше уже и не люди. Меня они не узнавали. Я спрятался в квартире, но они и там меня нашли. Я увидел в окно, как они пришли за мной. Но почти сразу же я услышал чьи-то крики, и эти твари исчезли. Я еще раз посмотрел в окно, и там было двое солдат, которые сражались... Сражались... С кем? Трудно сказать. То ли они оба просто сошли с ума, то ли они дрались с каким-то невидимкой. Детали я уже и не вспомню, но они как будто рубили воздух. А затем вдруг побледнели, схватились за горло и стали жадно глотать воздух. Потом вдруг упали и больше уже не двигались. А какая на них была форма? И сколько людей ты вообще видел? Форма? Почти такая же, как у вас. И их было только двое. По-моему, они появились из канализации. Я могу вас туда отвезти. Я очень хорошо знаю этот город. Ладно, только под ногами чур не мешаться. Но ты точно уверен, что их было только двое? Не было третьего мужчины, не было женщины. Для нас это очень важно. Нет. Конечно, нет. За несколько дней эти двое солдат были первыми людьми, которых я встретил в городе. Ну, хорошо. Пойдем тогда отсюда. Подождите. Подождите. У меня есть для вас еще кое-что. Что именно? Записка. Записка, которую я нашел среди трупов. Я думал, может пригодится. Ты что, трупы обыскиваешь? Нет, нет. Нет. Только ведь без еды мне долго не протянуть. Так что я подумал, что, может, найду у них что-нибудь ясное. Или какое-нибудь оружие. Вот, пожалуйста, возьмите эту записку. Да. Ничего не понимаю. Коврига, попробуешь прочитать? Давай. А-а-а. Косов все знает. На этих людей ему наплевать. Но мне нет. Если б я мог передать эти диски наружу, то наверняка прекратил бы весь этот кошмар. Но Косов уничтожит их, если найдет раньше меня. Он пойдет на все, лишь бы сохранить свою тайну. Но я успел. Я спрятал диски. Один лежит в порту, другой рядом с памятником. И еще два прямо в центре города. Сегодня ночью я попробую снова забрать их и пронести в лабораторию. Но Косов что-то подозревает. У нас с ним сегодня встреча после обеда. Боюсь, она может стать для меня последней. Вот и все. Никакой подписи. И не люблю я анонимки. Значит, собираем четыре диска и дуем в лабораторию. А там нас так и ждут. С оркестром и при параде. Коврига, тебя просили прочитать, а не умничать на пустом месте. И в любом случае мы должны найти эти диски, прежде чем попадем в лабораторию. Спасибо, Грачев. Записка оказалась весьма кстати. Ладно, все. Не будем больше терять время. Те двое из группы НАТО могут быть еще живы. Мама родная. Черт его дери. Сегодня и правда не мой день. Что-то мне это напоминает. Однако, Микола, помнишь ту засаду в Кашмире два года назад? Ага, только индусы выглядели посимпатичнее. И пахли они тоже приятнее. Кстати, держись подальше от этих бочек. Кто же там бензин? Уху то! Ага, ну блин. Ничуть снег reinvent, может у меня толстся. Так, начинаем сначала быстро уделать этого. Так, чего мы прокачаем? Здоровье получим у него. Вот так, да. Контратаку. Эх, певридер, певридер. Эх, певридер. Я не знаю. Чёрт? Мы надеемся посредством ПБД. Два. Есть. Да, 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 да. Не мешай, что у меня. Нахуй тебя, это же он будет. Да ты руками помощь не бьёшь. Да. Сейчас коврибов. и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Что там? Переходим, берем, берем. Нам нужно наружность. Может работать, но мы топориком. Парафот. Кабриго повысился. Ну, это хорошо. Парфот. Парфот. Кабриго. Парфот. О, что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Броню, конечно же, больше нужен Хахти. Он может и ближний бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двига совсем не поделится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Твердит, твердит, твердит. Всё окей. Твердит, подпишись. Подолстно, все ваще вши, шалятник. Снова напоминает ту же песню. Little Legend Вот у меня есть подсказка, кто-то может примириться. Лежим. Помню давить. Теперь будем вводить. Oh yeah! Кто-то бы у нас выслалил, да? Хорошо, кто-то взял этот шоколад. Хорошо, кто-то взял этот шоколад. Ну, вроде бы так. И все. Ну, ладно, все по 10 км. Ну, пусть будут. Ладно, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefra 1987. С вами был Nef. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Let's rock! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok